В Черкесске прошел 9-й отчетно-выборный съезд мусульман Карачаева-Черкесии. В мероприятии приняли участие представители духовенства городов и районов республики, члены правительства, главы муниципалитетов региона, зарубежные гости. Об итогах работы Духовного управления и о том, кто будет возглавлять муфтиат в ближайшие 5 лет, в материале Алихана Лепшокова. Вот уже несколько десятилетий Духовное управление мусульман Карачаева-Черкесии вносит большой вклад в развитие духовности и нравственности в обществе. Объединяя 110 зарегистрированных мусульманских организаций. Уже несколько лет муфтиат возглавляет один из уважаемых и авторитетных людей в СКФО. Известный религиозный деятель России Исмаил Хаджи Бердиев. За это время он показал себя как ответственный и активный руководитель. Не так давно Исмаил Хаджи был отмечен президентом России Владимиром Путином высокой государственной наградой – Орденом Почета. От имени главы Карачаева-Черкесии участников съезда поприветствовал заместитель председателя правительства Джанибек Суюнов. В отчетный период проделана колоссальная работа по возрождению ценностей традиционного ислама и укреплению духовности нашей республики. В республике установились конструктивные и плодотворные отношения между государственными и религиозными институтами. В Карачаево-Черкесии созданы все условия, чтобы верующие могли свободно следовать религиозным предписаниям. Традиционно добрые и уважительные отношения между основными конфессиями Карачаева-Черкесии. В рамках съезда был заслушан отчетный доклад председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтия Карачаева-Черкесии Исмаил Хаджи Бердиева о деятельности духовного управления. На сегодняшний день уже построено и действует более 130 мечетей в республике. С 2011 года на средства спонсоров при активном участии главы республики ведется строительство центральной мечети в Черкесске. Помимо этого уделяется особое внимание религиозной грамотности верующих. Так, на сегодняшний день успешно функционирует Исламский институт имени Абу Ханифа и Республиканская школа-медресе-интернат в Учкикене. Отмечая плодотворную работу духовного управления, гость съезда, председатель духовного управления Кавказа, муфтия Азербайджана Аллах Шукюр Пашезаде пожелал мира, благополучия и дальнейших успехов в боговгодном деле. Благодатная земля Карачаев-Черкесии возрастила многих славных сыновей, один из которых мой дорогой брат Исмаил Хаджи Бердий. Нас связывает долгий год, посвященный служению нашей священной религии ислама. Нас связывают и годы совместной деятельности по Большому религиозному совету народов Кавказа, консультативному совету мусульман СНГ, а также и по Межрелигиозному совету СНГ. В итоге единогласным решением участников 9-го отчетно-выборного съезда муфтием республики переизбран Исмаил Хаджи Бердиев. Собравшиеся, а это религиозные лидеры Северного Кавказа, поздравили его, пожелали дальнейшей плодотворной работы. Сам Исмаил Хаджи отметил, что еще много нужно сделать в плане развития духовности жителей Карачаева-Черкесии и воспитания высоконравственной молодежи. Сказать, что я сам был доволен этой деятельностью, я не могу. Когда видишь, что очень много не сделанного, тогда довольным быть не можешь. Но тем не менее мы старались, делали все, что от нас зависит. Вся наша работа – это у нас есть устав, который нам предписан Всевышним Аллахом. Это Коран и Сумна. Вот вся наша работа именно входит туда. Вот мы стараемся делать все то, что там нам предписано. Также на съезде выбрали членов Президиума Духовного управления Мусульман Республики. А некоторых имамов за заслуги перед Уммой наградили грамотами и орденами. Али Халебшоков, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия.